Дорожные работы на финишной прямой. В октябре асфальтирование должно быть завершено. В четверг заместитель главы администрации города Виктор Казанцев проинспектировал ход ремонтных работ. На улице Мархлевского они завершены полностью. Здесь заасфальтировали территорию под парковку. Установлено 300 погонных метров бордюрного камня. Осталось только нанести разметку. Вообще проблема парковок, она актуальна в городе, и мы стараемся ежегодно увеличивать количество мест. Здесь актуально, потому что с введением в эксплуатацию здания УМВД, это и количество сотрудников, и количество посетителей растет. Соответственно, чтобы машины не вращали ни на проезжей части, ни во дворах, чтобы не создавали проблемы с жителями. Поэтому и было принято решение выполнить это здесь. Старый асфальт на улице Шувандины, вероятно, помнил еще лихие 90-е. Лет пять назад улицу асфальтировали к приезду Дмитрия Медведева, но ровно до ней материнства и детства, который и должен был посетить важный гость. Другой же отрезок дороги иного ремонта, кроме Ямочного, не знал. Протяженность здесь, наверное, чуть больше километра. Тот участок ремонтированный, который в этом году сделали. Характеристика, что двухполосная дорога. Транспорт здесь, конечно, немного ходит. Это не высокая интенсивность, но, тем не менее, общественный транспорт здесь ходит и участок дороги важный. Работы здесь начались всего две недели назад, но более 50% уже выполнено. Были произведены подготовительные работы, как засыпка пазух щебнем, карманов, щебеночное основание сделано. Также выставлены бордюры, уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия из песчаного асфальтобетона. И на данный момент производятся работы по укладке верхнего асфальтобетонного покрытия типа B1. То есть это марка с применением гранитного щебня. Этот тип асфальта стали, в принципе, не так давно в городе применять. И он более износостойкий по сравнению, например, с предыдущими, как B1, B2 были. Этот год для ивановских дорожников один из самых амбициозных. В планах было реализовать более 10 масштабных проектов по ремонту и восстановлению дорожного полотна. Успеют ли все завершить до наступления непогоды? Скоро узнаем. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.